Всем привет! Меня зовут Дарья. На этом канале давно не было видео. Когда я жила в Китае, я делала видео про Китай. Я уехала из Китая, я перестала снимать видео и выпускать их. Сейчас я нахожусь в Таджикистане, живу тут уже месяц. Решила подготовить некий гайд. Я разделю его на части. Это видео будет полезно тем, кто хочет приехать в Таджикистан и хочет подготовить себя к этой поездке. Или же вы думаете, в какую страну вам направиться, где лучше всего, какие условия в стране, как расплачиваться, карты, если у вас только российская виза или мастер-карт. Об этом и во всем я расскажу в этом видео. Первый пункт – прилет. В Таджикистане есть несколько городов, где есть аэропорт. Я приезжала в Душанбе. Душанбе – это столица. Лететь до него, до города, 4 часа прямым рейсом. Покупала я билеты за полторы недели. Билет я покупала за 26 тысяч. Сейчас, для интереса, посмотрела. Билеты стоят в районе 20-22. Это прямые рейсы из Москвы в Душанбе. Многие уточняют, спрашивают ли вообще про ПЦР. Нет, меня не спрашивали. И, судя по информации, которая летает вокруг, никого ПЦР тоже не спрашивали. Когда вы прилетаете в Душанбе, вы берете свой багаж, выходите из аэропорта, вас встречает толпа таксистов, которые захотят вас отвезти. И причем, так как вы новый человек в городе, вы не знаете местных расценок и московские цены могут вам показаться достаточно приемлемыми, вам таксист может заломить как раз-таки московскую цену в 100-120 самони. Когда я вышла из аэропорта, нам предлагали доехать быстро за 120 самони. Хотя дорога от аэропорта до центра обходится ориентировочно в 20-25 самони. Ориентируйтесь на эту цифру и нет смысла переплачивать больше, потому что больше здесь получается в 5 раз. В 5 раз, мне кажется, это нечестно. Вы можете пройти чуть дальше от аэропорта вместе со своим багажом и вы можете поймать такси, которое довозит вас до точки по счетчику. Здесь не будет никакого обмана, потому что счетчик идет и вы видите, за сколько самони обходится вам ваша поездка. То есть здесь не будет внезапных сюрпризов. Пожалуйста, 100 самони. Ну, 100 самони – это приблизительно 600 рублей. 600 рублей – это очень большие деньги для передвижения по городу в самом Душанбе. Следующий важный вопрос – это где искать жилье? В Таджикистане есть сайт с объявлениями, сайта похожий на наш Авито. Здесь вы можете найти разные объявления, но нас с вами на данный момент интересует именно недвижимость. Вы выбираете все необходимые фильтры, сколько комнат вам нужно, в каком городе вы хотите снимать квартиру и дальше ищите приглянувшийся вам вариант. Сейчас квартир достаточно много, они не в дефиците. Вы видите, что объявлений много. Из-за большого наплыва русских в Таджикистан цены на недвижимость поднялись. Некоторые подняли их на 30%, кто-то на 40%, кто-то на 50%. Мы снимаем двухкомнатную квартиру с новым ремонтом. До нас здесь никто не жил. В этом есть, конечно, свои плюсы и свои минусы. И платим мы за квартиру около 6 тысяч соманий. Если перевести на рубли, выходит... Почему я так долго считаю? Ориентировочно 36 тысяч рублей за двухкомнатную квартиру с новым ремонтом. Мне квартира очень нравится, и я, в принципе, готова мириться с такой большой наценкой. Потому что с Москвой это в любом случае не сравнится. В Москве цены за такую квартиру, они были бы в разы дороже. На двухкомнатную квартиру можно снять от 3 до 5 тысяч соманий. А все, что выше, это получается чуть дороже, чем вы могли бы купить. Но также просто посмотрите объявления, какие варианты предлагаются. Во многих квартирах есть ковры. Многие квартиры без какой-либо мебели вообще. То есть она сдаётся за 5 тысяч, за 4 тысячи соманий, но там нету мебель, нету диванов. Есть, например, одна кровать, и всё. Дальше вы двинуться никуда не сможете, потому что просто нет мебели. Нам пришёл первый счёт за электричество. За месяц вышло 124 соманий за электричество. Здесь, кстати говоря, что очень меня радует, здесь тёплый пол, здесь есть батареи. Когда станет холодно, батареи будут обеспечивать нас теплом. Говорят, что не во всех домах вообще есть батареи. У нашей квартиры современный дизайн, здесь много лампочек. То есть электричество, в принципе, квартира потребляет достаточно много. И при всём при этом у нас вышло 124 соманий, что приятно. Следующий важный момент, который идёт вместе с жильём, это ваша регистрация. Если вы планируете в стране пробыть более 10 дней, вам обязательно нужно пойти и сделать регистрацию. Это несложно. Когда вы снимаете квартиру, к вам приходит хозяин, он её показывает. И с этим же человеком вы идёте в АВИР. И вместе с ним оформляете регистрацию. Регистрация делается в несколько дней. Вы оставляете свой паспорт и вам дают такой вкладыш потом. Стоит регистрация около 210 соманий, если я не ошибаюсь, на полгода. 200 соманий на полгода. Когда мы у АВИРа ждали нашу хозяйку, к нам подошла женщина, которая хотела нам предложить услуги по регистрации. Такие моменты тут встречаются. Эта женщина, как впоследствии выяснилось, мошенница. Она ко всем подходит и предлагает оформление. Не соглашайтесь на предложение женщины. Оформляйте сами регистрацию со своим хозяином, который вам издают, или хозяйкой. И это всё просто и быстро достаточно. И обязательно нужно уложиться в срок 10 дней. Иначе вам грозит либо штраф, либо ещё и депортация. Поэтому, чтобы не столкнуться с этим неприятным моментом, займитесь регистрацией сразу. В Таджикистане валюта самани. Текущий курс самани, пожалуйста, вот он здесь. Для удобства я умножаю любую цену, которую я вижу, умножаю приблизительно на 6. И получаю эквивалент российской цены. Как вы знаете, виза и мастер-карт за территорией России, если у вас российская карта, не работают. Таджикистан не является исключением. Здесь также не работают ни виза, ни мастер-карт, выпущенных в России. Но зато работает МИР. Поэтому обязательно оформляйте карту МИР российского банка. И здесь всё равно есть свой нюанс. По информации, которой я владею, раньше было два банка, которые принимали карты МИР. Сейчас остался только один банк. Это Душанбэй в Сити. И вы можете подойти к автомату, к банкомату. Банкоматов по городу великое множество. И снимать деньги. Здесь тоже есть свой нюанс. Если вы, допустим, остались без налички, она вам срочно нужна. Иногда бывает такое, что деньги вы снять не можете по каким-то техническим причинам. Может быть, какой-то сбой. Может быть, с миром проблемы. Здесь не знаю, но факт остается фактом. Вы не всегда сможете снять деньги, когда вы этого захотите. Поэтому просто учитывайте этот момент. Курс Душанбэй в Сити, он очень хороший. И вы не потеряете деньги при снятии наличных через Душанбэй в Сити, через вашу российскую карту. Это очень приятно. Также вы, наверное, подумаете, если у вас есть карта МИР. Если в Таджикистане принимают МИР, значит и оплата, возможно, тоже по карте МИР. Нет, оплата у нас проходила только в одном месте по карте МИР. Это на одной кассе, какой там 6 или 16 в Ашане. Больше нигде карты не проходили. Тоже момент, маленькая история. Мы пошли в Ашан купить тарелки, сковородки и еду. На ближайшие несколько дней мы все взяли. До этого у нас была карта МИР. И карта МИР прошла, то есть без проблем. И вот на следующий день мы решили сделать большую покупку. Набрали, долго ходили по магазину. Подходим, все это прибиваем на кассе. Даем нашу карту. И карта не проходит. Пробовали несколько раз, карта не проходила. Поэтому с собой надо всегда носить наличные, если у вас нету какой-то другой иностранной карты. И мы подходим к следующему вопросу. Здесь буквально недавно узнал о том, что есть такой лайфхак. Как оплатить покупку, если у вас нету иностранной карты. И нету карты Таджикистана. Но есть только российская карта. В общем, схема такая. Есть Алиф банк. Алиф это достаточно популярный. Это популярный банк в Таджикистане. И он достаточно продвинут. У него приятный сайт. У него приятное приложение. То есть над Алифом работают. И интуитивно все понятно. И это не может не радовать. Что вы делаете? Вы скачиваете. Вы даже можете в России скачать приложение Алиф банка. Далее вы добавляете свой номер. Потом вы прикрепляете свою российскую карту. В данном случае это только мир. То есть виза и мастер-карт они, кстати, не знаю. Но я думаю, они не будут работать. После этого вы отправляете деньги на кошелек. То есть когда вы скачиваете приложение, это, грубо говоря, у вас есть кошелек. Это не счет в банке. Это не номер счета. Это просто ваш кошелек в Алиф банке. Не знаю, но это работает. Вы, получается, с вашей карты отправляете деньги, рубли себе на Алиф кошелек. У вас они падают в виде самани. И после этого вы можете расплачиваться по QR-коду. Это супер круто. Вам не надо идти в банк. Вам не надо открывать карту Алифа. Вам нужно просто скачать приложение Алифа. Когда вы прикрепляете карту и переводите деньги, вы переводите с нулевой комиссии. Комиссия 0 рублей. И 0 самани, 0 процентов. Комиссия. Это тоже очень приятно. Это супер круто. И об этом узнали буквально на днях. И еще один вариант, как расплачиваться в Таджикистане. Я открыла карту Алиф банка. Я скачала приложение. Я пошла в банк. Я заполнила форму. Подписала все документы. Мою карту привязали. Это карта виза Алиф банка. Это была виза Голд. Она позволяет хранить рубли, самани и доллары. Три валюты. И вы просто так же расплачиваетесь. Либо по QR-коду. Здесь очень распространено. Вы, когда скачиваете приложение, у вас там есть такая плашка. Оплатить по QR-коду. Вы наводите в магазине на QR-код. Оплачиваете. И вам, кстати говоря, падает еще и кэшбэк с этого. Что приятно. Следующий способ, как перевести деньги, это зайти, если у вас карта Тинькова, вы можете с Тинькова до 20 тысяч рублей перевести прям по номеру. Внимание, не по номеру карты, счета или чего-то еще, а по номеру телефона. По номеру телефона переводите сумму до 20 тысяч рублей без комиссии. Потом будет начисляться какая-то комиссия. Но, опять же, чтобы не было никакой комиссии, вы можете это делать непосредственно в приложении Алифа. Либо же, кстати говоря, вы можете зайти на сайт Алифа. То есть сейчас я вам дала, не знаю, порядка пяти, по-моему, пять способов, как имея валюту рублей, жить в Таджикистане. Это очень удобно. И это очень круто. Сказала пару слов про регистрацию, почему она вообще важна, помимо того, что вас могут депортировать из страны, да? Что еще может быть важнее по регистрации? Важна она для сотового оператора, чтобы продлить срок вашей сим-карты. И получается, когда вы покинете страну, сим-карты вашей уже не будут, потому что вы не будете продлевать регистрацию. И для оформления карты виза вам также потребуется регистрация. Поэтому регистрация, она нужна для комфортного существования в стране на долгий срок. Связь. Связь в Таджикистане это отдельная боль. Она дорогая и она плохая. У меня сотовый оператор T-Cell. Если я захочу позвонить кому-то по телеграмму или по ватсапу, это будет в большинстве случаев 99% это будет ужасно. Это будет ужасное качество связи, постоянное прерывание и задержка в 10-15 секунд. Я взяла пакет за 200 сомонет, кстати говоря, не самый дорогой тариф. Он включает в себя все соцсети бесплатные, то есть YouTube, Telegram, Instagram и все остальное. Это все бесплатно, а за остальное вы будете платить. То есть, если вы включите Яндекс.Карту или какую-то карту, за этот трафик вы будете платить. Поэтому очень важно отключить работу в приложении по сотовой связи, по интернету оператора. Здесь это нужно сделать в первую очередь, потому что интернет в таком случае у вас уйдет очень быстро. Если вы захотите что-то обновить и загрузить, это будет очень долго, потому что интернет будет распределяться на все ваши приложения. Поэтому первый лайфхак это вырубить все то, что вам не нужно для пользования интернетом сотового оператора. Есть еще другой популярный оператор, это Мегафон. Мегафон тоже плохой оператор, но если сравнивать Мегафон и T-Cell, то Мегафон хороший оператор. И я думаю, что я в ближайшем будущем перейду на Мегафон, потому что T-Cell мне не нравится. Я не могу нормально пользоваться. Получается, что за 1200 или больше рублей в месяц за сотового оператора я получаю посредственную связь. Это на самом деле интересно. Есть всегда с чем сравнивать, потому что я приехала из Москвы, там проблем с оператором в принципе вообще нет. Мы не знакомы с такой проблемой и мы принимаем как данность хорошую сотовую связь. Если вдруг где-то что-то барахлит, мы уже начинаем нервничать. А тут все может выключиться на полдня, на час, когда вам нужно что-то срочно. Вот это срочно, оно будет растянуто во времени. Для соединения с оператором нажмите 2. У нас для вас отличная новость. Мы увеличили скорость на всех тарифных планах. Интернет. Интернет в принципе такой же, как и сотовая связь. Он плохой. Моя работа непосредственно связана с доступом в интернет. Поэтому я и могу позволить себе жить в другой стране, путешествовать, потому что у меня есть удаленные работы. Поэтому интернет это просто необходимость. То есть если у меня не будет интернета, я не смогу находиться в другой стране, потому что у меня закончится день. Здесь интернет это тоже отдельная головная боль. Если у вас, например, запланирован зум или встреча или что-то еще, то ваш интернет может вырубиться в этот момент. И вы будете думать, что вам делать. Вы ведете встречи или вы на важные встречи, неважно. Это добавляет вам хлопот и стресса в вашу жизнь. Что делать? Что делать? По той информации, которую мы узнали, хорошего интернета в стране нет. У нас сейчас стоит Вавилон. Он постоянно барахлит. Он неравномерно работает. Нельзя подключать все устройства. Здесь тоже важный момент. Если вы чувствуете, что у вас начинает плохо работать интернет, попробуйте выключить пару устройств, и, может быть, скорость улучшится. Но не факт. Очень часто бывает, выключается, ну, как я говорила, во время зума может вырубиться интернет, и вам придется перезаходить. И это будет хороший исход. Да. Что интересно, что Вавилон заверяет определенную скорость интернета. И за нее тоже мы платим деньги. За интернет мы платим 560 сумманий. То есть, по моим прикидкам, это 300, это 6, это где-то 3500. И около того. Вот за 3500 вы получаете плохого качества интернета. Извините, что я про качество. Это просто вот в Таджикистане, в принципе, да, спойлер. Все хорошо, кроме сотовой связи и интернет. Это прям доставляет, доставляет хлопоты. Это доставляет стресс. Вы можете звонить в Вавилон, оставлять заявку. Вам говорят, что ваша заявка принята. И просто говорить, что к вам придут, к вам придут. Когда придут? Неизвестно, когда к вам мастер придет. Вот мастер может позвонить вам, здравствуйте, я уже внизу. А вы в этот момент можете находиться в каком-то другом месте. То есть, здесь это прям отдельный блок. И к нему надо быть готовым. И проходить через все эти тернии, чтобы добыть себе мегабиты интернета. Следующий крупный провайдер интернета это Мегафон. И мы, вероятнее всего, в ближайшем будущем будем тестировать Мегафон. Попробуем, как он будет работать. Ну, потому что вот у меня должна была быть встреча в 7 часов в пятницу. Урок. Урок английского языка. Мне очень повезло, что моя преподаватель отменила этот урок. Иначе он бы просто сгорел. Потому что у меня не работал сотовый оператор. Я не могла ничего сделать. То есть, там очень медленно. Там прям 5-10 минут вы будете только подключаться к какому-то приложению. Ну, то есть, это ненормально. Как вы понимаете, если у вас интернет выключился, вы ничего с этим поделать не сможете. Вам просто придется ждать. Вы не позвонить никому не сможете, не связаться никаким способом. Вот это, конечно, очень раздражает. К этому очень сложно привыкнуть. Веганские. По еде. Кухня, таджикская кухня очень вкусная. Я прям с удовольствием круто пьела первые две недели своего пребывания здесь. Это просто, это очень-очень-очень вкусно. И вообще, в целом, как они готовят, это просто... Это просто надо идти в кафе и есть то, что есть в меню. Помимо таджикской кухни, национальной, локальной, здесь есть турецкая кухня. Очень много турецких ресторанов. И что интересно, если вы знакомы с таким поваром, как Бурак, который родом из Турции, по франшизе в Душанбе открыли ресторан. Это, по-моему, пятый в мире ресторан. Вот он так и называется. Ресторан Бурак. Цены в ресторане, они выше, чем в два раза, наверное. То есть, если вы шашлык можете купить, куриный, допустим, за 35 сомани, то в ресторане Бурака вы можете купить за 70 сомани. Но для того стоит, если вы поедете в Турчикистан, именно в Душанбе, то обязательно сходите в этот ресторан. Оно очень приятный, очень комфортный, приятная обстановка. Это не реклама ресторана, да, но просто там недавно были, и нам там очень понравилось. Получается, что в среднем блюда, будь то цезарь, будь то какой-то другой салат, либо какое-то горячее блюдо, они стоят в районе 20-35 сомани. Это в большинстве кафе и ресторанов у вас одно блюдо обойдется вот за такую сумму. Это тоже очень комфортная сумма. Это дешевле, чем в Москве, понятное дело. Это большие порции, и вся еда, повторюсь, очень-очень вкусная. Также здесь есть доставка. Я пока пользовалась двумя, это Биор и Шеф. В принципе, доставляют они одинаково хорошо. Вы заходите на их сайт, добавляете все в корзину и отправляете заявку, и вам перезванивают. Здесь нет такого, что вы можете сразу онлайн оплатить, и к вам приедет курьер. Здесь больше, наверное, такое, больше человеческого общения, больше созвонов с оператора. Он у вас будет спрашивать, а что вы там хотели, какой хумус, горячий или холодный. В общем, вы тут больше будете тратить время именно на такое человеческое общение, на человеческое общение, которого в Москве, в принципе, наверное, нету, потому что в Москве живет 16-17 или сколько-то миллионов человек, и на Москве все автоматизировано, потому что большой поток людей. В Душанбе живет около миллиона человек, и здесь пока это не развито, и поэтому вам перезванивают операторы и разговаривают с вами. Транспорт. На транспорте я не буду заострять особого внимания. Я тут пользовалась только такси. Такси здесь много, и я задалась вопросом вообще, почему такое большое количество? То есть вы выходите, поднимаете руку, и буквально в течение минуты-двух останавливается такси и ведет вас куда вы хотите. Здесь большой процент безработицы, поэтому очень много людей идет именно в такси. Такси это самый доступный транспорт, то есть от точки, например, от вашего дома, от моего дома до центра я могу доехать... Нет, от моего дома до, например, ресторана Бурарха я могу доехать за 15 сомани, что очень дешево. Потом обратно дойти пешком. Здесь такие достаточно близкие расстояния между ресторанами или какими-то местами, парками. Здесь все как... Ну, здесь все близко. Тоже буквально пару слов про продукты. Здесь большое количество магазинов. Ближайший к нам это Пайкар, и мы туда ходим. Из Пайкара также можно заказать доставку. По продуктам, по продуктам. Я хожу чаще всего в Пайкар. Он находится рядом с моим домом буквально вот просто в минуте ходьбы. Пайкар. Напишу, сколько стоит. Это у нас куриная грудка 16 сомани. Тут базилик и кинза вообще, то есть 6 рублей. Или около того. Салат в 7 сомани. Яйца около... Тоже здесь напишу. Федеричи до 20 сомани. Это гранатовый сок. Чувак делал на разлив просто на улице. Это у нас миндаль. Он стоит 22 сомани. И, естественно, свежий хлеб, сыр и какие-то такие продукты я беру всегда там. Есть также Ашан. Он один на весь город. Но это здорово. Когда есть Ашан, вы чувствуете себя комфортно. То есть вы ходите по знакомым вам рядам, видите знакомые вывески. Продукты, понятно, различаются. Но, в принципе, в Ашане вы можете найти все для быта, все для жизни, все для приготовления еды. Там большой ассортимент продуктов. В патегам разные продукты стоят по-разному. Например, вся рыба, все морепродукты здесь стоят дорого. Помидоры, например, огурцы, они стоят на порядок дешевле, чем в России. Зелень стоит пучок 6 рублей или около того. То есть здесь как бы компенсируется. Займ компенсируется. Есть дороже продукты, чем в Москве, а есть дешевле. Поэтому в среднем у вас все равно выходят дешевле, чем в Москве. И еще, из-за интересного наблюдения, как будто бы питаться в заведениях, в кафе, в ресторанах дешевле, чем покупать еду самим. Феномен. Вода, воды из-под крана. Люди в Душанбе, я читала форумы, в принципе, говорят, да, конечно, пейте воду из-под крана. Я никогда не пью воду из-под крана, поэтому мы покупали сначала в бутылках воду, а потом я посчитала, поняла, что это просто выйдет намного дороже, чем просто купить фильтр в том же самом Ашане. Поэтому у меня на кухне сейчас стоит фильтр, через который я пью воду. И я как-то в один день сравнила, какая вода льется из-под крана и какая из бутылки. Ну вот, как бы для сравнения, будете ли вы пить воду из-под крана. Думаю, что нет. По алкоголю. Алкоголь здесь не пьют, вообще не принято пить. Люди не пьют алкоголь, поэтому он стоит в разы дороже. Просто, просто вам для фактов. На сегодня это все, я думаю, гайд получился достаточно полным. Я старалась осветить все сферы, через которые я прошла и которые меня волновали. Если у вас возникли и остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите ваши комментарии. Постараюсь ответить. Спасибо за просмотр и пока!